Служение Дерека Принца Чего Бог ожидает от нас? У меня есть еще один пример. Я приводил его в Москве. О слове «оправдать». Оно звучит как богословский термин. Люди говорят, «Я оправдан по вере». Но они не знают, что это значит на самом деле. Это значит, что вас оправдали, нашли невиновным, признали праведным и сделали праведным. Я тогда приводил небольшую иллюстрацию. Выйди сюда, пожалуйста, дорогая. Тогда я изобразил мужчину на суде, которого за его преступление точно ждала смертная казнь. Он сидел там и ждал, когда судья вынесет приговор. А судья сказал, «Невиновен». Я сказал, что его встречу с женой после суда нельзя было назвать просто приятной. Я уверен, она была очень эмоциональной, дорогая. Я не должен умирать. Я свободен. У многих ли из вас была подобная встреча? Это истина. Это и есть оправдание. Вы были виновны, но истина в том, что Иисус принял вашу вину на Себя. Поэтому судья сказал, «Невиновен». И это не ваша заслуга. Все это благодаря Ему. Теперь еще один вопрос. Вопрос. Очень простой. Как мы очищаем себя? Мы могли бы несколько часов разговаривать об этом, но я сегодня поделюсь одним местом из Писания. Это первое послание Петра, первая глава, 22 стих. Давайте откроем. Первое послание Петра, первую главу, 22 стих. Петр обращается к верующим. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Итак, как же мы очищаем наши души? Послушанием истине. Не просто через знание истины, но через послушание истине. А какие плоды у послушания истине? Постоянная любовь друг к другу от чистого сердца. Павел говорил Тимофею. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Признаем ли мы это? Какие у нас цели? Зачем мы приходим на собрание? И какой смысл в проповеди? Есть ли у нас задачи и цели? Давайте возьмем, к примеру, футбольную команду. И здесь я говорю об обычном футболе, потому что американский футбол я вовсе не понимаю. Игроки постоянно в движении. Бегают туда-сюда по полю, передают мяч друг другу, но у них нет определенной цели. Так же и многие церкви сегодня. Потому что цель нашего увещевания — это любовь. Если цель не достигнута, то и очки мы не получаем. Поэтому мы очищаем наши сердца через послушание истине. Мы не только знаем истину или цитируем ее, но живем в послушании ей. Она ведет нас к нелицемерному братолюбию. Знаете, я верю в Бога уже почти 52 года. Я знаю, что некоторых верующих не так просто любить. Может быть, не всем хватит смелости сказать это, но у меня ее достаточно. У Бога есть странные дети. Знаете, кто-то сказал, друзей можно выбрать, а вот семью не выбирают. Иоанн писал, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Это и есть свидетельство. Любовь — это результат очищения сердца. Итак, последний совет на сегодня. Ну, если это можно вообще назвать советом. Бог желает, чтобы мы были Его народом, и чтобы Иисус был центром нашей жизни. В прошлое воскресенье я учил по книге Откровения. А, нет, даже в позапрошлое воскресенье я учил по первым семиглавам книги Откровения. И пока я проповедовал, я сам получил Откровение от Бога. Это позиция Иисуса. В первой главе Откровения написано, что Иоанн слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Затем, в 12 стихе сказано, «Обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. Это был Иисус». Что это были за светильники? Там дальше написано. Это церкви. А где был Иисус? Посреди них. Это единственное правильное для Него место посередине. Давайте дальше посмотрим Откровение, 5 главу. Иоанн плакал, потому что никто не мог открыть и читать книгу, в которой было Откровение о конце времен. Один из старцев сказал ему, «Не плачь». Это 5 стих, и я его вам прочитаю. И один из старцев сказал мне, «Не плачь». Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Позвольте напомнить вам, что Иисус по-прежнему лев от колена Иудина. А вы знаете, какое слово произошло от имени Иуда? Иудей. Он не стал иудеем лишь на 33 года, что провел на этой земле. Он является частью еврейского народа во всей вечности. Поэтому будьте осторожны с тем, как вы к ним относитесь. Итак, Иоанн обернулся и увидел льва. Он был поражен тем, что он увидел. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, «И посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Видите, это проявление Божьей силы. Божья сила достигает совершенства в слабости. Павел говорит, что немощное Божие сильнее человеков, а немудрое Божие — мудрее человеков. Немощное и немудрое Божие — это крест. И именно через крест Иисус стал львом из колена Иудина. Иными словами, если вы отстаиваете свои права, вы в проигрыше. Если вы откажетесь от них, Бог восстановит их для вас. Перед почтением идет смирение. В послании филиппийцам описаны семь последовательных этапов жизни Иисуса до ее кульминации — смерти на кресте. Дальше написано, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Не упускайте из виду слово «посему». Почему Иисус был превознесен? Да потому что Он смирил Себя. Это слова Иисуса, «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Иисус по праву должен занять в вашей жизни центральное место. Если вы не поставили Его в центре своей жизни, значит, никто вашей жизнью не руководит. Я не очень разбираюсь в истории науки, но я знаю, что в течение многих веков люди верили, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что это выглядит именно так. Но Коперник, поправьте меня, если я ошибаюсь, и, извините за ошибку, сказал, «Нет, все не так, как кажется». На самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Мы ошибались. И добавлю, что за это церковь была готова казнить Галилея. Да, это был Галилей. Церковь не всегда приветствовала новые открытия, но я хочу использовать этот случай как пример. В большинстве проповедей сегодня можно услышать, «Бог позаботится о ваших нуждах». Если вы больны, Он исцелит вас. Если вы живете в бедности, Он даст вам денег и так далее. Но это ошибка. Потому что такое учение воспитывает христиан, зацикленных на себе. «Бог существует для того, чтобы решать мои проблемы». Это правда, что Бог заботится о наших нуждах, но такой взгляд совершенно неправильный. «Мы здесь для того, чтобы прославлять Бога». Не Бог вращается вокруг нас. Это мы должны вращаться вокруг Него. Если Иисус не находится в центре вашей жизни, значит, вы потеряли равновесие. Вы не в состоянии выполнить Божие предназначение вашей жизни. Если сегодня здесь есть те, кто не могут честно сказать, что Иисус является центром их жизни, мне очень вас жаль. Если вы не можете сказать, «Моя жизнь вращается вокруг Него, и никого больше, он важнее, чем мой муж, моя жена, мои дети, работа, финансы, для меня Иисус — центр жизни», то в вашей жизни нет равновесия. И очень вероятно, что это про вас Павел написал, «Несчастье всех человеков! Вы упустили вечность из вида». И в заключении хочу сказать следующее. Очень красивые слова. В Откровении, 5 главе, немного дальше того места, которое мы читали, в 9 стихе старцы, если я помню правильно, это были именно они, поют новую песнь Аганцу, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Обратите внимание, что искупление дано людям из всякого колена языка народа и племени. Поэтому среди искупленных людей будут представители из каждого колена языка народа и племени. Вот одна из причин, по которой я от всего сердца поддерживаю миссию переводчиков Библии Уиклиф, потому что их цель — перевести Библию на языки всех народов. Им осталось сделать перевод еще примерно на две тысячи языков. Вы знали об этом? В мире есть еще две тысячи языков, на которые не переведено Священное Писание. Я не работаю с ними, но поддерживаю их служение, потому что они серьезно относятся к Богу. На небесах обязательно должны быть представители из всякого колена языка народа и племени. Пока я готовился к проповеди, я думал о том, как объяснить разницу между народом и племенем. Позвольте привести такой интересный пример — ассирийцы. Они сейчас не живут на прежней территории Ассирии, потому что ее захватил Саддам Хусейн, который никакого отношения к ней не имеет. Но тогда ассирийцы говорили на арамейском. Язык, на котором Иисус проповедовал в самый первый раз — это арамейский. Это был язык, который тогда использовали в Израиле. Сейчас в мире живет три миллиона ассирийцев, но их нельзя назвать племенем. Это народ, а не племя. До 1948 года евреи были народом, но не племенем. Итак, на небесах должно быть по крайней мере по одному человеку из всякого колена и языка народа и племени. Поэтому, как вы думаете, чего ждет Бог? Он ждет этот особенный народ, в котором будут представители из каждого колена языка, народа и племени. И пока это дело не будет завершено, он будет продолжать свой труд на земле. Несмотря на все зло, несмотря на все ожесточение и страдания, потому что его высшая цель — это создать народ для своего сына. Благодаря тому, что Иисус отдал свою жизнь за каждого мужчину, женщину, ребенка, перед его троном будет по крайней мере по одному человеку из всех, искупленных им из любой группы или сообщества, на которое можно разделить человечество. Позвольте завершить отрывком, где Петр дает объяснение. Вы помните вопрос, который я задал в начале, почему Бог на протяжении многих веков допускает невероятное зло на этой земле. Иногда ночью ко мне приходят разные откровения. Однажды я смог глубоко прочувствовать, что такое зло. Не какой-то определенный злой поступок, а более глобальное. Определенное присутствие злой силы. Ее мощь подавляла меня. Я осознал, что этот мир именно такой. Но у меня есть одно лекарство, которым я хочу поделиться и с вами. Когда я осознал все это, я сказал, «Слава Богу, что я во Христе. Каким бы ни было это зло вокруг, я во Христе». Хотя в тот момент острое осознание зла в нашем мире чуть не сломило меня. Его не станет меньше. Наоборот, оно будет расти. Так почему же Бог медлит? Петр пишет во 2-м послании, 3-й главе, 9-м стихе, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так чего же ждет Бог? А ждет Он избранных, тех, кого Он избрал, из каждого колена и языка, народа и племени. И пока не будет, по крайней мере, по одному представителю из всех этих групп, конец мира не наступит. Если вы хотите, чтобы конец мира наступил, что вам нужно делать? Посвятить себя тому, чтобы достигать тех, кого еще не достигло слова, и проповедовать тем, кто еще не слышал учения. это то, что каждый из нас может делать на практике, чтобы бороться со страданием, которое есть сегодня в этом мире. Потому что Бог не даст наступить к концу света, пока не соберет для Иисуса особенный народ, искупленный кровью из каждого колена и языка, народа и племени. Мы говорили о проблеме в общем. Но, думаю, стоит поговорить о ее значении для каждого конкретного человека. Я предполагаю, что сегодня некоторые из вас живут не так, как должны были бы жить. Вы прикасаетесь к нечистому в своих мыслях или, может быть, даже в действиях. И вы не можете честно сказать, что Иисус является центром вашей жизни. Вы поставили другие вещи выше его. Я и Руфь очень любим друг друга. Мы постоянно работаем вместе. Но Руфь не занимает первое место в моей жизни. Иисус на первом месте. Я тоже не стою на первом месте в ее жизни. Там Иисус, это лишь помогает нам в браке, а вовсе не мешает. это очень помогает. Это очень помогает. Брак, в котором партнеры сконцентрированы сами на себе, обречен. Поэтому я хочу предложить всем, кто хочет измениться, или, выражаясь старомодными словами, покаяться, измените свое мышление. Вы неправильно живете. Вы не видите вечность перед собой. Иисус не на первом месте в вашей жизни. Если сегодня утром вы осознали это и хотите измениться, если вы хотите на этом основании заключить завет с Богом, пожалуйста, встаньте и выйдите сюда, вперед. потому что каждый из нас должен осознавать и понимать, что эта жизнь принадлежит вовсе не нам, а Господу, который искупил нас своей драгоценной кровью и жизнью. Мы подождем еще немного. Никакой спешки. Еще я хотел бы рассказать вам об этом молодом человеке, который вышел вперед. Несколько лет назад через мою молитву он получил освобождение от духа алкоголизма. Сейчас он позволил ему вернуться. И сейчас он вышел сюда, чтобы снова получить освобождение. Хочу попросить старейшины, служителей подойти сюда. Будьте готовы. Я думаю, что нам следует помолиться за некоторых из этих людей. Пожалуйста, Руйф, подойди поближе, чтобы и другим хватило места. Помните, почему я попросил вас выйти? Я не хочу сказать, что вы плохие люди, но в вашей жизни нет равновесия. Иисус не является центром вашей жизни. И сегодня вы можете поставить его в центр вашей жизни. Вы перестали смотреть на вечность и живете только ради того, что может дать вам этот мир. вы сами несчастны из-за этого. Как пишет Павел, вы становитесь несчастнее всех человеков, если теряете вечность из вида. Мы подождем еще немного, потому что есть те, кому необходимо выйти сюда. нет никакой разницы, если даже вы находитесь в конце зала. Это несложно сделать всего несколько шагов. Вы идете не для того, чтобы встретиться с братом-принцем ради новой встречи с Иисусом. Или, возможно, для вас это первая встреча с Иисусом. Джефф, где ты? Хочу сказать, что здесь есть христиане, которые верят уже давно, но ваше христианство уже утратило свежесть. Его нужно восстановить. Я мог бы уже начать. Но знаю, что есть еще кому выйти сюда. Я говорю о людях, которые являются христианами уже 20-30 лет, но вы утратили первую любовь. Вы помните, что Господь сказал Филадельфийской церкви «Покайся». Вспомни, откуда ты пал. Это большая ошибка потерять свою первую любовь, и ее можно исправить только покаянием. в Библии написано, что боязнь перед людьми ставит сеть. Некоторые из вас попались в сеть страха того, что подумают о вас другие люди. Вам следует избавиться от этой сети. Когда я был в Кении, африканцы делали силки для птиц в виде петли из травы, которую они оставляли там, где должна была пробежать птица. Когда птица попадала в эту петлю, она затягивалась у нее на шее. В такую же ловушку попались некоторые из вас. Из-за петли на шее вы боитесь говорить. свидетельствовать, говорить при людях о своей вере в Бога. Вы не рассказываете о своей вере даже членам своей семьи, даже им. «Джефф, у тебя есть что сказать? я бы хотел, чтобы служители вышли сюда или на сцену, если можете, а также старейшины. Встаньте, пожалуйста, с этой стороны, потому что я думаю, что нам нужно возложить руки на этих людей. Обычно я так не делаю, но я верю, что сегодня Бог хочет, чтобы мы возложили руки на людей. Не обязательно молиться от себя, можно просто возложить руки. Я знаю, что некоторые из вас вышли сюда с реальными, серьезными проблемами, которые преследуют вас уже давно. Бог может решить все эти проблемы. Денис, не могла бы ты подойти сюда? Пожалуйста. Также те, кто несет служение у алтаря и другие старейшины, подойдите к сцене. Пожалуйста, все сюда. Вы можете встать лицом к этим людям. Мы бы хотели послужить вам, каждому из тех, кто сейчас вышел к сцене. Не ищите какого-то особенного человека, не концентрируйте свое внимание на мне, потому что освобождаю не я, а Иисус. Вам нужно встретить Иисуса, и тогда ваша проблема решится. А сейчас, пожалуйста, повторяйте за мной эту короткую молитву. Все, кто вышел вперед, повторяйте каждое предложение. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, чтобы спасти меня от ада и дать мне вечную жизнь. Господь, я хочу ухватиться за эту жизнь, я хочу этим утром обрести уверенность в том, что не попаду в ад. Господь, только Ты можешь спасти меня. я отдаю себя Тебе, хочу поставить Тебя в центре моей жизни. Я разрешаю Тебе делать со мной все, что Ты захочешь. Я здесь, Господь Иисус, я отдаю себя Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Все. Спасибо. Субтитры Иисус. Субтитры Иисус. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.